Когда мы начинаем что-то делать, я говорю, что вы должны в боли разбираться, вы должны с болью вместе работать. И вообще это одна из самых важных тем. На меня, конечно, смотрят широко раскрытыми глазами. Мы, мол, типа пришли, чтобы ты боль устранил. Я говорю, было бы все так просто. Смотрите, есть поток ощущений от кожи, мышц, внутренних органов. Он идет в голову. На уровне среднего мозга, ну не суть где, есть такая структура таламус. Таламус, она занимается тем, что фильтрует все ощущения и делит их на привычные и непривычные. И все привычные она окрашивает определенными эмоциями, причем очень слабо она их окрашивает. То есть, если я день за днем, допустим, ощущаю, ну вот свои руки, такие, какие они есть, они не вызывают у меня особых эмоций. Ну, вроде бы руки и руки, да? А все новые ощущения таламус красит эмоциями так, ну прям очень сильно. И если таламус перегружается, то без разницы, какое ощущение, он его красит болью. И когда физиологи пытались искать именно болевые рецепторы вот именно вот здесь вот в теле, они, в общем-то, всякие вещи разные находили, но не могли сказать, что вот это точно болевой рецептор. Суть вопроса в том, что болевых рецепторов как таковых не существует, боль возникает в голове. Любое ощущение может быть таламусом окрашено, как болевое, если оно длится недавно, если оно достаточно интенсивно и оно достаточно ново, что раньше, допустим, такого не было. То есть, допустим, ну, приведем пример, пара ласкается, и вот, допустим, вначале парень с девушкой обращаются грубовато, она считает, что это вроде бы как бы мне тут больно, проходит полчаса, и те же самые воздействия ей не то, что не больно, ей уже приятный, вроде как от чего-то, вроде как такой слишком нежный, да? Ну, пример не для детей, конечно, но очень точно иллюстрирует происходящее. В зависимости от настроя вот этого самого таламуса, одни и те же ощущения на коже, например, на коже, вызывают абсолютно разные реакции в голове. То, что было больно, становится приятным. То, что было приятным при перегрузке, допустим, во времени или в интенсивности, обратно становится больным. Этим всем управляет средний мозг. Для позвоночника, для суставов это имеет значение. Вот какое. Мы поставили позвонки, мы уже выровняли мускулатуру, а боль все равно есть. Почему? Боль есть, потому что у таламуса, как у любого отдела нервной системы, есть привычка. И привычка его заключается в том, что ощущение от определенной области тела, допустим, от поясницы, хотя на самом деле от любой, если сустав травмирован, то от него, вот эти ощущения он привык уже красить, как болевые. Когда-то в момент травмы они были очень интенсивные. Он так залил их вот этой вот краской болевой. И до сих пор продолжает голова воспринимать ощущения, например, в суставе, как болевые. Я через это проходил, когда заставлял свое колено двигаться. Вот в травме мне было, ну в момент травмы, мне было очень больно. То есть, ну конкретно там повредил связки, все. Связки уже заросли, мышцы уже работают. А больно в колене до сих пор. Почему? Потому что вон та старая пометка, она до сих пор существует. Ее нужно стирать. Стирать ее очень просто. Например, для колена я просто ходил, 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 ходил. Таламус такой. Ощущение вроде бы привычное, вроде стандартная интенсивность. Та травмирующая ситуация не повторяется. И он такой, ну ладно, это не боль, это нормально. И я однажды утром просыпаюсь, у меня ничего не больно. Это при условии, что колено все-таки немного люфтило. При условии, что мускулатура все-таки немножко спазмировалась. Но вот именно вот способ вот этого восприятия моего, он изменился. Почему? Потому что постоянным, периодичным, пульсивным таким вот способом я таламус перепрограммировал. И именно это мы должны сделать со всеми, кто приходит. То есть, вот допустим, лежачему. Ну потому что это сильная такая ситуация. Позвонки вставили, я говорю, все, иди, ты можешь. А его там, допустим, под руки принесли. Позвонки вставили, иди. Он такой, я не хочу, мне больно. Я говорю, ты же даже не напрягаешься. Иди. И человек идет, и он идет, и он с ужасом вот этой боли ждет. И такой, да мне больно, мне больно, мне... Мне не больно. Я говорю, ну ты понимаешь, что твоя старая травмирующая ситуация закончилась. Свежую боль мы с тебя уже убрали. Ты сейчас от воспоминаний еще откажешься, и вообще все будет хорошо. Но именно в пульсирующей нагрузке ходьба вообще самый топ для этого дела. Самое простое. Есть, конечно, более сложные. Сложнее ситуация с суставами. Потому что, если позвонок, как правило, поставили и все, то сустав, он очень разбитый обычно. Ну потому что вовремя же люди не приходят. И вот из-за этого люфта мышцы напрягаются, и немного свежей боли есть. То есть, ну из-за перенапряжения мышц. Но свежая боль дает человеку воспоминания о старой, нормальное ощущение от сустава. Все равно мозгом воспринимается как интенсивный болевой синдром. Хотя мы уже убрали причину, уже нет никакого отека, уже даже все заросло. А все равно. Выход, опять же, один и тот же самый. Пульсирующая нагрузка. Периодическая, с хорошим отдыхом. Поработали, отдохнули, отдохнули, поработали. Она перепрограммирует таламус. Запрограммировать его на боль очень легко. Допустим, испугать. Боль она тоже вызывает испуг. И вот этот боль и страх, смешиваясь, они за долю секунды так припечатывают, что потом годами этот человек стираешь именно из его воспоминаний. Уже тело может быть вообще в идеале. Поэтому, когда я говорю, что с болью надо работать, работать надо не с самой болью. Работать надо с головой, с той областью, которая эту боль как бы создает, на самом деле, как бы красит, я сказал. Но работать с ней надо просто показывая, что уже все нормально. И если не нормально, то уже лучше. Уже лучше. Ты уже успокойся. Уже не так больно успокойся. Интенсивность вот этих действий, для тех, кто любит примеры, она демонстрируется как? Например, на шее. Вот здесь сильные спазмы, там позвонок свернут, спазмы большие, мягко вправить не получается, приходится мышцы вытягивать. Вытягивать мышцы, кстати, считается мягкой мануальной техникой. На самом деле, ничего мягкого в этом нет. Это боль такая, что вы себе не представляете. Просто вытягивать. Это очень безопасно. Но очень больно почему? Все вот эти старые воспоминания. Год, допустим, у человека шея болела, я начинаю вытягивать мышцу. Год этой боли прессуется в несколько секунд вот этого нажатия. Когда мне самому это делали, там была пара ситуаций, просто темнеет в глазах. Но такая аналогия, что мы как бы боль выпустили. То есть, вот этот импульс, вот он вот повибрировал, и все, нет его. Через 3 дня эту же самую мышцу, в этой же самой шею, ту же самого человека, ну, сам проходил, хотя и на людях тоже делаю. Точно так же тянешь. Человек лежит, ну, мышца, ну, больновато. А в чем прикол? Я говорю, ты 3 дня назад верещал здесь. Да? Правда? А почему мне не больно? Потому что боль твоя в голове, говорю. В голове, все, в голове уже таламус понял, что ну, мышца, ну, тянется, ну, ничего особенного. Все, уже не надо эти ощущения вот так вот красить. Это уже считается нормой. И у тебя нет никакой боли. Боль не здесь, боль вот здесь. Тонкость в том, что вот это все понимать нужно во время, когда мы еще только правим. На втором, на третьем сеансе важность вот этой информации, она очень высокая. То есть вы должны одновременно менять и у себя в голове восприятие, и замечать, что оно действительно дает плоды. И, соответственно, в теле там меняю я. Вот когда мы синхронно вот это все делаем, можно добиться вообще огромных результатов. И главное, быстро и легко, ну, там без лишних затрат. Люди спокойно могут лечиться и ходить на работу параллельно, но внутренние вот эти перемены не должны осуществляться. Если же вы думаете, что все за вас сделаю я, то на самом деле вашу часть работы будет делать просто ваше тело, ваша подкорка, ваши рефлексы, все, что в вас заложено природой. Кора головного мозга вашего будет где-то отдыхать, вот это сознание там, где-то шарится. Тело будет впахивать, потому что тело хочет здоровья. Ну, я, соответственно, буду работать как бы, ну, как надо. Хотя вы можете сознательно это все сделать, свою часть работы гораздо быстрее, мягче. А потом пойти вон, не знаю, там, в парк гулять, заниматься чем-то более приятным.